Приветствую всех любителей бисероплетения! Сегодня снова с вами Ольга Кожакару и я хочу вернуться к теме листочков, какие мы можем использовать в нашей бижутерии в различных ее изделиях. И хочу сегодня начать наш урок по изготовлению вот таких листочков папоротника. Выглядят они достаточно красиво. Вот такой листочек у нас получается. И делаются достаточно просто. Если вы возьмете, конечно, несколько разных цветов, ну, хотя бы три разных цвета бисера, у вас получится довольно интересный листик, какой вы можете использовать в сочетании с какими-то цветами или ягодками. То есть то, что вы сделаете. Итак, хочу вам сегодня показать, как делается вот такой листик. И я приготовила для вас три разных цвета бисера. Причем я взяла их в девятом размере. Почему? Потому что нам придется по несколько раз проходить через наши бисеринки. И чтобы плести надо, я считаю, обязательно леской, чтобы листик у нас получился не мягким, а жестким. Поэтому проходимость через наши бисеринки должна быть достаточно большая. То есть это побудило меня взять вот бисер в девятом размере. Вот три таких разных цвета, чтобы у меня был переход как бы от более темного к светлому или наоборот, как вы захотите. Как вы захотите. Вот такие три цвета. Я приготовила уже иголку с леской. И мы сейчас будем с вами набирать основание, вот сам стержень нашего листочка, от которого мы будем плести все наши вот эти боковые листочки на нашем листике. Каким образом я это делаю? Я вот возьму сразу, первоначально наберу четыре бисеринки и закрою их в колечко. Все зависит, конечно, еще и от того, насколько большой вы листик хотите сделать. Поэтому вам придется набирать, вот я закрываю в колечко, поэтому вам придется набирать вот этот стержень в зависимости от размера вашего листочка, какой вы будете делать. Я завяжу здесь узелочек один и оставлю узелок, чтобы у меня был с краю моего вот этого листика. То есть я пройду вперед на две бисеринки. Вот на две бисеринки. Таким образом, чтобы мой узелок остался вот с задней стороны моего листочка. И как бы не мешался во время нашей работы. И снова буду набирать две бисеринки и закрывать колечко на двух последних бисеринках моего вот этого колечка. Выхожу в две новые бисеринки, какие мы набрали сейчас. Снова наберу две бисеринки и закрываю колечко на двух бисеринках только что набранных последних. Выхожу в новые две бисеринки и снова набираю две. И вот таким образом мы должны набрать необходимое количество вот таких вот колечек. Вот таких колечек. Если считать, что два ряда, вот колечко одно из четырех бисеринок у нас предполагает два листочка в одну сторону и вторую. То есть один ряд листочков. Следующие две еще один ряд. Поэтому вы в зависимости от этого должны набрать необходимое количество вот таких вот колечек, чтобы у вас получилось определенное количество боковых листочков. Итак, набираем ну предположим на восемь листочков. Предположим на восемь листочков. Вот такую цепочку. Вот я набрала вот такое основание для моего листочка из восьми колечек. То есть раз два раз два три четыре пять шесть семь восемь. И как я поступаю дальше? Я выйду в верхний вот этот набор из двух бисерин. Наберу три бисерины более темные. Они у меня будут идти возле центра моего этого стержня и закрою колечко на моих вот этих двух бисеринках из которых я только что вышла. Это будет вершина моего листочка. Вершина моего листочка. Вот немножечко придадим ему более острую такую форму. Наберем еще три бисеринки. Еще три бисеринки и пройдем через наше колечко вот таким образом. Это будет первый боковой вот такой коротенький коротенький листок у нас. Вот так. Снова три бисеринки и это у нас будет с противоположной стороны. И чтобы центр у нас был как-то вот похоже, что у нас эта жилка не просто вот такой плоский. Вот я вышла в эту парочку моих бисеринок из колечка я наберу одну темную бисеринку и пройду в бисеринке рядом лежащие. То есть у меня моя бисеринка, какую я набрала, ляжет по диагонали в моем колечке. Вот таким образом. Вот таким образом. Наберу еще одну бисеринку и опять пройду по диагонали, чтобы выйти в следующее колечко и начать набирать мои листочки. Вот таким образом. Мы наберем, мы возле центра будем набирать самый темный бисер, далее посветлее и на краях совсем светлый. Ну, вы как как вы выберите себе бисер. Я набираю две бисеринки, прохожу насквозь во второй набор моего колечка, снова две бисеринки, и прохожу насквозь в первые две темные бисеринки набранные. Теперь наберу второй ряд, более светлые, пройду через одну бисеринку, пройду по колечку уже новому, то есть вот смотрите, я вышла из темной бисеринки и захожу в рядом лежащие насквозь. Наберу одну самую светлую бисеринку и пройду насквозь в набор из двух темных бисеринок с противоположной стороны. И здесь сделаю точно так набор из среднего цвета, из среднего тона моего бисера пройду назад через одну соседнюю темную бисеринку, закрою колечко и теперь на вершине наберу самую светлую бисеринку. наберем самую светлую бисеринку выходим через бисеринки центрального вот этого стержня нашего вы заметили что мы через одни и те же бисеринки проходили много раз поэтому я сказала вам сразу что из-за этого я беру девятый размер нашего бисера и вот теперь мы опять набираем одну бисеринку проходим по диагонали нашего центрального колечка и еще один раз наберем одну бисеринку пройдем по диагонали чтобы выйти в следующее колечко для плетения следующих листочков все это достаточно просто даже проще чем если плести такие вот мозаичные какие-то листочки хотя листочки получаются очень интересные и эффектно может украсить любое украшение и так здесь в этом следующем листочке мы уже будем увеличивать количество добавляемых рядов до трех то есть с каждым следующим колечком мы будем добавлять в каждый листочек еще по две бисеринки в каком порядке вам добавлять по цветовой гамме вы будете решать сами а мы поступаем таким образом я наберу в этот раз дважды темные бисеринки то есть я набираю первый набор темных бисеринок так две бисеринки набрали и прохожу насквозь через мое колечко основа снова две бисеринки и прохожу насквозь предыдущий набор темных бисеринок набираю второй ряд темных бисеринок и поступаю аналогичным образом то есть на двух нижних бисеринках я делаю колечко вот и возвращаюсь назад теперь опять наберем как и в предыдущем листочке один ряд средних и одну вершину из более светлого бисера каждый раз закрываем колечко из четырех бисеринок и теперь мы проходим насквозь через весь наш бисер на противоположную сторону и через наши вот эти темные бисеринки вот я хочу сразу пройти через весь ряд вот таким образом и уже с противоположной стороны будем делать точно такой набор как и с этой стороны дважды набираем темные бисеринки затем один ряд среднего цвета и одна вершина из более светлой бисеринки и таким образом мы каждый раз набираем все больше бисера на один ряд из двух бисеринок и меняем цвет в таком порядке как нам хочется то есть следующий ряд мы уже будем набирать две темные две средние одна более светлая затем две темные две средние и три более светлые и до того момента когда у нас останется два колечка тогда мы начнем уменьшать уменьшать будем сразу по два ряда то есть убирать сразу одно колечко из четырех бисеринок и так плетем дальше вот таким образом я проплела мою вот эту начальную цепочку и оставила два колечка один и два два колечка оставила для того чтобы резко уменьшить длину моих вот этих листочков то есть вот как в этом листике видите край значительно уменьшается я просто если у меня в предыдущем ряду было три темных две средних и одна совсем светлая я наберу один темный один средний и один вот и три бисеринки совсем светлые то есть плиту точно так же как плела до сих пор просто я уже уменьшаю количество моих бисерин и не в такой же пропорции как я добавляла а более резкий у нас будет сброс бисеринок да то есть я поступаю точно так как поступала до сих пор только в обратном порядке и значительно быстрее и последние три бисеринки сюда наберем две две и потом одну еще и одну переходим на противоположную сторону точно так и последние уже можно набрать уже не набирая темные предположим а набрать только или одну темную одну среднюю и одну бисеринку как вершину набрать это будет последний листочек у нас то есть вот таким образом мы набираем противоположную сторону я хочу я думаю что вы уже поняли как в принципе это делается я хочу вам показать что я все-таки делаю для того чтобы мой листик принял какую-то более форму и не был вот такой мягкий видите он достаточно мягкий он достаточно мягкий поэтому мне хочется придать хоть какую-то форму этому листочку чтобы вот он если я его использую в бижутерии вот предположим вот чтобы он был вот такой немножечко изогнутый вот посмотрите вот чтобы мои листочки когда я их буду использовать в бижутерии были не просто плоскими а имели какую-то вот форму как когда наши листья папоротника свисают с вазона они все-таки у нас имеют какую-то округлую форму и так мы продолжаем плести до самого края вот я проплела уже мой листик до конца вы видите что последние листочки у меня совсем короткие конечно я вам не советую брать такие резко резко различные цвета бисера но я это сделала специально чтобы вам было видно все-таки каким образом я добавляю один цвет и затем следующий цвет в принципе было бы неплохо чтобы вот такой был переход от более темного к более светлому не сильно резкий цвет не сильно резкая разница в цветах вот видите то есть конечно вы вправе выбирать по вашей задумке цветовую гамму как вы хотите но конечно более красиво будет выглядеть листик не с таким резким контрастом а с более плавным переходом и последний нюанс который я хочу отметить это вот когда я вышла уже в последние две бисеринки моего первого колечка я точно так же по диагонали наберу бисеринки по центру моего листочка что придаст ему жесткости и мы сможем немного изменять его форму то есть вот смотрите я вышла сверху набрала новую бисеринку и по диагонали зайду в две бисеринки с противоположной стороны моего колечка будьте уже аккуратны потому что мы проходили несколько раз по нашим бисеринкам и чтобы они у нас не раскололись и так мы должны набирать постоянно по одной бисеринке и продвигаться вперед и продвигаться вперед вот видите это еще раз доказывает что все-таки лучше брать бисер для во всяком случае для нашей серединки для этой лучше брать бисер более крупного размера но не десятку конечно вот так видите я буду каждый раз хорошо подтягивать мою леску и у меня будет середина становиться более жесткой и не будет уже мой листик вот такой вот мягкий видите он совершенно мягкий пока что у меня и так мы продеваем наши бисеринки до самого края вот посмотрите я уже прошла почти по всей длине и мой листик уже стал более жестким и даже принимает несколько вот такую вот форму выпуклую выгнутую то есть все это если вы будете достигать если будете хорошо затягивать леску вот именно когда набираете вот эти дополнительные бисеринки а я еще один момент вот когда я подошла уже к вот этим первым трем набранным моим лепесточком где по три бисеринки мы набирали я войду в первые две из трех то есть в центральную не буду проходить видите чтобы придать все-таки более остренькую форму моим листочкам да и пройду через эти две бисеринки насквозь в противоположный листик чтобы пройти там также по двум бисеринкам и сейчас мы подтянем видите и мой листик становится более остреньким более остреньким то же самое мы сделаем с противоположной стороны и по моей центральной бисеринке какую я набрала вот я пройду в вершину и поступлю там точно так же поступлю там точно так же то есть пройду через две боковые бисеринки чтобы моя вершина стала более острой и на эту мою работу можно считать уже законченной вот хочу пройти через бисеринку ну давайте вот с этой стороны пройдем вот так и мы сможем уже спрятать нашу леску в бисеринках так чтобы мы не прихватывали посторонние бисеринки вот смотрите я пройду через одну боковую и через вторую боковую и хорошо подтяну и хорошо подтяну чтобы моя средняя бисеринка приподнялась и вот получился вот такой вот уголочек более острый ну вот теперь у меня остается последний нюанс когда вот я должна спрятать мою леску в бисере и мой листочек на этом закончен то есть наш мастер-класс на этом я заканчиваю и если вам понравилось то что мы сегодня делали вот видите я хочу его выпрямить но он все-таки сам выгибается и принимает какую-то вот такую вот форму если вам понравилось то что мы сегодня делали можете подписываться на наш канал чтобы получать новые мастер-классы и использовать их в своем рукоделии делаем мы делаем все-таки